Дело в том, что эта история началась еще тогда, когда я училась в школе. С самого детства я мечтала посвятить себя медицине. Я была абсолютно уверена, что я буду великолепным общим хирургом. И все мои школьные детские годы были посвящены тому, что я тщательно готовилась к поступлению в медицинский институт. Вплоть до того, что вся моя тумбочка и все мое пространство, которое было в квартире, было завалено медицинскими справочниками, фолиантами, всякими разными разработками, новейшими технологиями. Я проводила операции на всех соседских собаках, кошек. Мне тащили всю живность, раненую, нераненую. Я все это делала. Я в классе с детства... Это Алматы? Это в Алмате, да, я коренная алматинка. С начальных классов у меня тут повязочка с красным крестом. Я всегда была санитаркой. Я оказывала первую медицинскую помощь. В моей сумочке всегда был йод, бинты какие-то там, пластыри, еще что-то. Все. У меня... Я себе определила. Просто я с возрастом поняла. Я из той категории людей, которые очень долго-долго готовятся, делают один круг за другим. Вот такая центробежная сила идет, идет, идет. Я готовлюсь, готовлюсь. Я как хищник, кружу, кружу. Но потом я прихожу к этому, и я начинаю это делать. И все. И я уже как паровоз, как трактор буром иду. Так вот, вот все эти годы я готовилась в медицинский институт. И получилось так, что в восьмом классе мы всей такой восточной алматинской семьей поехали в Россию, в город Кострому, к моему дяде, на каникулы летом. И на обратном пути мы, как нормальная советская семья, обязаны были заехать в Москву и посетить мавзолей дедушки Ленина. Ну что вы, это вот прямо вот-вот. И мы, как советская семья, всю ночь отстояли в очереди, по-честному все. А мы зашли туда, в общем, мы... Ну, я в восьмом классе, значит, там еще есть младшие. Так посмотрели, ну, долг свой выполнили советского человека. И вот уехали мы тогда на кассам, авиакассам, для того, чтобы взять билет, благополучно вернуться домой. Мой папа стоит в очередь. Это очередь безумная какая-то была. Стеклянный такой витраж, он нас видит. Мы стоим на улице. Вот стоим, ждем. Тут подходит к моей матери человек восточного вида, взрослый уже, и говорит, вы знаете, я кинорежиссер из Фрунзе, из Киргизской Советской Социалистической Республики. Сейчас я запускаю новую картину, которая будет называться «Хроника одной любви». Я ищу себе героиню. И вдруг я вижу, говорит, вот эта ваша дочь показывает на меня. А это вот надо мне, знаете, я тут же сделала, что я вообще ни при чем. И вы знаете, вот я считаю, что вот это моя героиня. Тут мой папа, настоящий восточный мужчина, видит, что какой-то незнакомец, разговаривается его с супругом. Он все бросает, выскакивает, значит, и так, ну, что такое, а он такой у меня, знаете, по-простому все. И в сторонку отводит его, и я вижу, так эмоционально, он не эмоционально, я, видимо, вся в небо. А он что-то здесь стекулирует, что-то говорит. Ну, мы, как восточные женщины, стоим в сторонке. Все, значит, мужчина уходит, значит, оттеснил его папа своей грудью. И уже в самолете так ненароком мне мой папа бросил такую фразу. Я ему дал неправильный адрес, неправильный телефон. Тоже мне режиссер нашелся. Знаем мы таких. Ну, неправильный так неправильный, боже мой. И жизнь стала продолжаться своим чередом. Вот я, опять-таки, лечила всех животных, я оказывала первую медицинскую помощь. Я вплоть до того, что я препарировала, когда я ходила, доходила в медицинский институт, мы договаривались там со студентами, с чем, и нас, значит, пускали, студенты там такие учебные, учебные препарации, меня туда запускали. Я участвовала в этом во всем. И однажды, уже в 9 классе, когда мы готовились к экзаменам, это была весна, заходит наш зауч по воспитательной работе в класс и говорит, вот ты и ты показывает на меня, еще на одну мою соклассницу, выйдите в коридор. Мы выходим. Думаю, вроде ничего не натворили, вроде мы такие примерные. Я такая примерная была, такая ученица, общественница такая, несмотря на то, что я была дико закомплексованная девочка. Ну просто, ну вот извините, что я есть. Вот такой вот вариант. И для меня 5 копеек по автобусе передать было, это было мучение, это была трагедия. Вот до того, что мне вот потом пальцы приходилось от судороги разжимать, чтобы 5 копеек вытащить. И если я кому-нибудь думала так, если я кому-нибудь передам, сейчас я скажу, передайте, пожалуйста, на билетик. Человек обернется, на меня скажет, ой, фу. Ну то есть вот комплекс гадкого утенка. И тут, значит, смотрю, стоит мужчина, женщина. И наш залуч говорит, вот наши две девочки, они и внешние, и вот они такие. Я там стихи рассказывала про Долорес и Барури. Но посарам, посарэмус, то есть вот конкурсы какие-то. И тут, значит, мужчина поворачивается ко мне и говорит, девочка, ты хочешь сниматься в кино? Я говорю, да нет, конечно, я медицински поступаю. И тут он так скажет, ты что, дура, девочка, все хотят сниматься в кино? Я говорю, я не хочу. Дело в том, что я поступаю в медицинский, и я вообще, да, вот нет, это вот. А вот она хочет, я сказала, вот на свою подружку. Но та действительно, она пела, она вот танцевала, она просто загорелась. Они оставили, наверное, телефон и сказали, что вот надо прийти на киностудию, сначала фотопробы, потом кинопробы, все. Ну, на этом все, моя миссия закончилась. Я про это благополучно забыла. И вот буквально через неделю вот моя согласница говорит, пожалуйста, ты помнишь, что нам сегодня надо идти? Пожалуйста, пойдем. Я говорю, да нет, я не пойду, потому что я медицински готовлюсь, я не хочу вообще ничего. Говорит, ну пожалуйста, мы же все тогда за компанию ходили. Мы за компанию гуляли, мы за компанию поступали в институт, мы за компанию там праздновали что-то, да, мы за компанию ездили куда-то. И вот она уговорила мне, говорит, ну как я одна пойду? Вот ты что, меня вот одну, что ли, вот я туда отпускаешь, да, ты вот, ну сходи за компанию. Я сказала, ну ладно, я пойду, в коридоре постою, сказала ей. Так я и сделала. Она зашла к фотографу, павильон, я стою в коридоре. Ее сфотографировали, и художник-фотограф выходит и говорит, а вот это вот, фамилию называет мою, где? И моя согласница. Говорит, пойдемте, у меня написано, что я должен фото проводить. Я говорю, нет, мне не надо, я медицински готовлюсь, мне не фотографировать не надо. Девочка, вот мне сказали, да, я должен сфотографировать, а дальше делайте, что хотите вообще. Ну, у меня вообще восточное воспитание, а там взрослый человек был, ну и чтобы не спорить, я так зашла, ну ладно, все равно они увидят, какая я страшная, бездарная, какая я ужасная, да, и все равно выбросить мои фотографии. Ну и ладно. И быстро-быстро сфотографировались, и я ушла домой. Прошла еще неделя, зазвонил телефон, и голос сказал, знаете, вы прошли фото пробы, теперь вам надо прийти на кинопробы. И тут началась опять история, нет, я не могу, я в медицинский готовлюсь, а вот сейчас мне не надо этого ничего, вот у меня скоро будут экзамены. Девочка, ты прошла фото пробы, там второй режиссер, Лизия Андреевна Астахова, девочка, она такая, ну такая женщина, обожаю вообще ее царствие небесное. Девочка, она говорит, в общем так, давай ты там не капризничай, давай вот, и тут она позвонила, потом еще кто-то позвонил, и я всем говорю, знаете, я не хочу, я не могу, я не умею, и вот я в медицинский готовлюсь. И тут вдруг позвонил человек, представился, что он режиссер картины, а Шерепестович Бесимбаев, что вот почему ты не хочешь прийти на кинопробы. Я ляпнула, первое, что пришло в голову, это то, что я поступаю в медицинский, он говорит, ну и что? И второе, а мне мама не разрешает, и сказала. И вообще она сказала, чтобы я дома сидела и за братом смотрела. И он сказал, я пришлю за вами в машину, приезжайте вместе с братом, и мы вас отвезем и привезем. И больше уже было просто неудобно сопротивляться, потому что это могло показаться, что я ломаюсь. А взрослый человек, я воспитана была по-другому, нельзя взрослым людям отвечать отказом. Я говорю, ну ладно, мы сели, пришла машина, реально, мы сели с братишкой, поехали на киностудию, и вдруг я понимаю, что я так, у меня начинает кружиться голова, я начинаю медленно впадать в какой-то ступор. Огромное количество народу на территории казахфильма прямо во дворе. Я смотрю, столики поставлены какие-то, аппаратура, люди бегают, у меня в глазах зарябило. Я потерялась просто. Мимо проходила какая-то женщина, сказала, вот эта кофточка не пойдет, поменять ей кофточку вот эту. Пробегает мимо другая женщина и говорит, какая песня тебе больше всего нравится. Я выпаливаю. А мне нравится песня из кинофильма «31 июня. Всегда быть вместе не могут люди». А я говорю, у нас фонограмма найдется, кто-то кричит, да найдем все. И что-то вот происходит, такое бровневское движение молекул, что происходит что-то. Голова кругом, и тут они подбегают, включают мне микрофон, говорят, а теперь твоя очередь. А все, вот эта вся эта толпа, это были все претенденты, потому что картина была о молодых людях. Три главных героя, двое парней, девушка, которые вместе закончили школу, они дружили с детства. И вот выбор их жизненного пути, как дальше сложится, какой выбор они сделают, какое у них мировоззрение, какие принципы вообще, какие требования, чаяния у молодежи нынешнего поколения. И все сидели, молодежь и все претенденты. Я не знаю, что мне было на лице, но в общем они мне дали микрофон и сказали, твоя героиня певица в кафе, иди и пой. Пой в кафе, где сидят вот эти вот все глаза, вот этих конкурентов, которые пришли пробоваться на эту же роль. Все, это вот, я подумала, конец, все. Я подумала, ну все, ладно, ну пусть они увидят, что я бездарная, что я вот страшная, что я вот такая, они пусть, пусть они все увидят, ну пусть я все опозорю, ну пусть. Зато они меня выгонят, я пойду домой. И вот эта доминирующая мысль. Дубль такой, памц. И сыграла музыка. Я не знаю, что произошло. Видимо, вот это до сих пор у меня срабатывает так. После того, как звук хлопушки я услышала, все исчезло. Исчезла закомплексованная девочка, исчезли все, исчез медицинский институт, все исчезло. Было только кафе. Посетители, которые пришли в это кафе, и я, которая должна их встретить, и сделать так, чтобы всем было приятно. Как я запела, как я стала петь, хотя я в жизни не пела, этому тоже есть предыстория. Я стала петь, я ходила, подходила к столикам. Мы вместе пели, я что-то там делала. И сама удивилась, боже, что я делаю, мамочки. И когда я сказала, стоп, после команды стоп, все вернулось на место. Вернулась, как-то закомплексованная девочка, вернулся в медицинский институт. И все. И опять вот эту вот улиточку свою, ракушечку, меня посадили. Я познакомилась с режиссером, он мне сказал спасибо, меня отвезли домой. Все, я думаю, боже мой, я отмучилась, все, хватит, больше ничего не надо. Проходит какое-то время, мне звонят и говорят, вы утверждены сразу на две картины, то есть в двух фильмах две героини. Ну и, как вы понимаете, началась старая песня, я не могу, я медицински готовлюсь, мне нельзя сейчас, это же время все. И вот позвонил один, позвонил другой. И в этот момент моя мама, моя мудрая мама, она мне сказала, ты знаешь, ты ведь знаешь, что тебя назвали в честь твоей бабушки, моей матери. А ведь ты знаешь, что она была творческий человек, она была артистка, она великолепно пела, танцевала, она выступала с коллективами, ездили. И она должна была работать в театре, но она вышла замуж, и мой дед запретил ей быть артисткой. И она осталась дома, у нее 10 детей, к сожалению, вчера она умерла. И моя мама сказала, это просто будет дань памяти твоей бабушке, ведь ее подруги стали народными артистками республики, они очень известными личностями. А моя бабушка, имея такой талант, она вот посвятила себя семье. И это будет дань памяти твоей бабушке. Это займет всего один год, сказала мне моя мама. А потом ты поступишь в медицинский. Я задумалась. И то я была еще на 100% не согласна. И вот самый главный аргумент, прям тяжелая артиллерия, разбомбил все мои остатки сомнений. Она сказала, представляешь, да, ты будешь бабушкой, прабабушкой, ты будешь сидеть, вокруг тебя будут внуки, правнуки, будет идти твой фильм, да, а ты им будешь говорить, вот, смотрите, какая ваша бабушка была в молодости. И я подумала, а ведь правда. Это ж останется. И это было решающим аргументом. Я подумала, на следующий год я поступлю в медицинский, обязательно. Я буду сниматься, я буду готовиться. Мы отработали две картины. Ну, правда, там были даже такие моменты, когда у меня был очень тоненький голос. Очень высокий, тонкий голос. Вот самой даже не верится, если я вот смотрю фильмы, вот эти фильмы, даже не верится, что у меня был такой голос. Когда ассистентке говорю, боже, что у тебя такой писклявый, ты курить, что ли, начала бы хоть вообще. Были такие моменты, когда говорили, господи, ну кто тебя в кино взял вообще, да, ты же ничего не умеешь. Вот с этого все начиналось. И когда уже подходили к концу съемки в этих двух фильмах, у нас в квартире раздался телефонный звонок. Я взяла трубку, и первое, что я услышала, было. Взрослый мужской голос сказал, и все-таки я вас нашел. Я говорю, а кто это? А вы помните, в прошлом году в Москве я подходил и представился. Это Мелис от Кулыча Букей. Я режиссер, кинорежиссер из Фрунзе. Я до сих пор не определился с героиней. Я приехал в Казахстан, в Алмату, и попросил показать свежие пробы. Ну, героинь. И вдруг, вот в этом потоке я увидел вас. И я попросил дать ваш телефон. Ведь вы мне дали неправильный телефон и неправильный адрес. Кровь хлынула у меня просто к щекам. Я говорю, вы меня извините. Это не я. Это мой папа. Он не поверил, что вы режиссер. Ну, вы поймите, в Москве, в этой толпе. Я вот пыталась оправдать своего отца, себя. И как я после того, как я вот так была виновата, что мы обманули взрослого человека, как я могла сказать нет. Я сказала, Мелис от Кулыч, но только вы знаете, я медицинский поступаю, и я хочу стать вот хирургом. А он говорит, просто приезжайте. Я говорю, конечно, конечно. Я не могла сказать нет после того, как мы его так жестоко обманули. И я поехала во Фрунзе. Я приехала во Фрунзе, и он мне еще сказал один такой пароль. Вашим партнером будет Рустам Сагдулай. А мы же тогда фанатели. Ромео. В бой идут одни старики. И вдруг я увижу его живьем. Я там тогда же будет моим партнером. Это, знаете, вот девочковые такие. Я даже смогу потрогать его. Я думаю, боже мой, как интересно. Я приезжаю во Фрунзе, и мне говорят, что Рустамчик Сагдулай, к сожалению, на другой картине занят, и он никак по времени не успевает приехать. А мы пригласили какого-то Талгатника Матулина, которого я знать не знала. Я, конечно, разочаровалась. Я, значит, говорю, я-то хотела увидеть Ромео. Вот из фильма будет вот одни старики. И вот мы с девчонками, там тоже еще претендентки какие-то. Я помню, первая встреча произошла в гостинице Киргизия. Мы спускались по лестнице с этой стороны, Ахола. Он спускался с другой стороны по лестнице. И первое, что мы увидели, нам сказали, что он только что закончил высшие режиссерские курсы у Желакевича. И из Москвы прямо прилетел сюда на кинопроб. И вот до сих пор я помню, это прям свежо в памяти. Я вижу, спускается мужчина с стремительной походкой, подтянутый, со спортивной сумкой, в белых джинсах. Какой-то, просто неимоверно какой-то восхитительной рубашке, волосы до плеч. Белозубая улыбка, совершенно очаровательная. Но мы все равно так на всякий случай фыркнулись, сказали, ой-ой-ой, из Москвы приехал, ой-ой-ой, в белых джинсах еще приехал. Ну, вот такие девчонки. И мы поехали на кинопробы. В парке были кинопробы. И потом мне режиссер сказал, что на кинопробы настолько его удовлетворили, как режиссера, что он не будет переснимать эти сцены, он эти кинопробы вставит в фильм. И это действительно он так сделал. Он кинопробы вставил в фильм. Но это был первый день нашего знакомства с Толгатом. Потом я просто открыла для себя удивительного человека. Но это был другой мир. Потому что моя семья, отец всю жизнь в советской торговле, мама домохозяйка. Это другой совершенно образ жизни, образ мыслей. Все другое. А тут вдруг на меня такой цунами информации, от которой я просто рот открыв только слушала. Он удивительный собеседник. Он рассказал мне столько интересного. Он говорил, говорил, и ему хотелось все время слушать и слушать. Это было так интересно. Ну, это время закончилось. Кинопробы закончились. Я уехала домой. Проходит какое-то время. Звенит телефон. Звонит телефон. И мне говорят. Вы утверждены на картину «Хроника одной любви» с партнёром Солгатом Нигматульным. Догадайтесь сами, что я сказала. Я не могу. Я медицинский готовлюсь. У меня экзамены. Я в медицинский поступаю. Нет, извините, пожалуйста. Я помню, я говорила. Возьмите другую артистку. Я там видела. Вот Люба Буха. Она такая красивая. Возьмите её. Она хорошая. Позвонили мне все. От ассистента до замдиректора киностудии. Потом позвонил директор киностудии. Сказал, девочка, у нас так не делается. Вообще как-то так вообще. Это же процесс. Это же люди задействованы. Говорит, извините меня, пожалуйста. И медицинский поступаю. И тут вдруг звонок. И Костя Розалиев, оператор-постановщик, он потом в Москву уехал. Все со мной так вежливо разговаривали. Все умеешь дать. И вдруг он мне говорит. Я не понял. Чего ты выпендриваешься? Ты кто такая вообще? Воображуля такая. Смотри-ка. Ей все звонят. Она тут. Ой, ты бзн. Чего ты выпендриваешься? Почему ты вредная такая? Что ты из себя там возомнила, воображала? А для меня это всё. Вот мне такие слова говорить нельзя, потому что всё в моей душе вскипело. Я говорю, мама, они сказали, что я воображуля. Они сказали, что я ломаюсь. Я же не ломаюсь. Мама, я же в медицинский поступаю. Моя мама так смотрела на меня, улыбалась. И тут, значит, я говорю ей, я поеду сейчас во Фрунзе, я им всё скажу, что я не воображуля, что я не ломаюсь, что я в медицинский поступаю. Я, значит, пошла на вокзал, купила билет. Всю дорогу я репетировала. Как я зайду гордо и скажу, что вот, что вы неправильно составили обо мне мнение, что вот я вот, вот я, я хорошая. Вот. И потом гордо я репетировала. Я гордо повернусь, уйду на автовокзал и пойду домой. Всё было отрепетировано. Так я пришла, я нашла эту киностудию. Я зашла вот в этот вот улей просто киностудийный. Тогда просто эта киностудия была, ну, просто на очень высоком уровне, профессиональным. Я нашла табличку, дверь деревянную и табличку хроника одной любви. Набрала в лёгкий воздух решимость, распахнула дверь для того, чтобы эту свою отрепетированную речь озвучить. И вдруг я вижу такую картину. Стоит вся группа, и перед, значит, столами Костя Розалиев, значит, закинув за спину руки, ходит туда-сюда. Я захожу, он поворачивается и говорит, что я вам говорил. Она приехала. Все зааплодировали. Ну, после этого как я могла там сердиться, речь свою произносить? Естественно, я, что? Естественно, я там отсталась. И мы стали работать на этой картине. И это была первая наша совместная картина с Талгатом Нигматулиным. А после этой картины поступило ещё одно предложение, ещё одно предложение. И как-то вот медицинский институт, он до сих пор остался вот этой моей нереализованной мечтой. Вот такая вот история попадания в кино. Так что у меня обучение было на практике. Откуда такое чудовищное сопротивление собственной судьбе? Причём это же не один раз, не два, не три. Что вас так заставляло, и что вас так отталкивало, и откуда вы так сильно сопротивлялись? Потому что какое-то найти этому рациональное объяснение, разумное объяснение невозможно. Что это такое было? Вы сейчас понимаете? Как говорится, большое видится на расстоянии. И сейчас уже на расстоянии этих лет. Я возвращаюсь мысленно вот к этим событиям и думаю, ну что же тогда произошло? Это из категории «Значит, так должно быть». Значит, это должно было случиться. Потому что, ну как это вот просто рефреном повторяющиеся одни и те же события. Я говорю, нет, я убегаю от этого, а всё равно, вот сколько верёвочки не виться, а конец будет один. Видимо, я не верю в книгу судеб, я не верю, что кто-то там чего-то написал. У меня позиция такая, что когда начинают сетовать на судьбу и говорят, ну видимо не судьба, потому что видимо там в книге судеб иная у меня прописана дорога, я абсолютно убеждена, что судьба – это результат нашего предыдущего ежедневного, ежеминутного выбора. Вот всё, что ты выбираешь сегодня, завтра ты назовёшь это своей судьбой. Поэтому выбирать надо самое лучшее каждый день. Не так, как в черновике. А сегодня я напишу черновик, а набело я перепишу завтра. Нет в жизни завтра. Это только в кино бывают дубли. А в жизни дубли у тебя не будет. Потому что вот сегодня – это первый день моей все оставшейся жизни. Я это всегда интуитивно, подспудно понимала. Сейчас я просто могу это чётко сформулировать. И я его должна прожить так, для того, чтобы потом, когда я буду на пороге вечности и оглянувшись на свою прожитую жизнь, и мне не было бы мучительно больно от того, что я что-то могла сделать и не сделала. Но это вот такая долгая-долгая предыстория к тому, что я теперь понимаю, что внутри где-то глубоко, видимо, вот тут магнетизм какой-то сработал, видимо, есть у меня нечто генетически переданное моей бабушкой. То, которое, вот как знаете по принципу магнита, подобное притягивает подобное. Вы всё-таки на бабушку грешите. Ну, гены, ну вот от этого никуда не убежишь, да? И я думаю, что тут сработал некий магнетизм всё-таки. Вот это всё-таки притянуло меня. Я очень благодарна просто судьбе за то, что, видимо, я что-то... Хочется верить индусам, да, что в прошлой жизни чем-то заслужило, что в моей жизни была встреча с толгатом. Потому что он выкорчевал с корнем, с кровью, с мясом из меня эти комплексы. Это, конечно, была огромная работа, за что я ему бесконечно благодарна. И когда я сейчас кому-то скажу, да-да, в детстве была очень закомплексованная, все говорят, ну-да, ну, не перестаньте, ну, чё, вы закомплексованная? Ну, не может такого быть. Но ведь это реальность, и это такую работу он колоссальную проделал, что он мне просто всё это показал. И всё это вот с тех пор я совершенно трезво отношусь к каким-то стереотипам, трезво отношусь к оценкам. Это вы знаете, что, ой, что скажет княгиня Мария Алексеевна, да? Ну, мне очень нравится выражение мадам Кока Шанель, которая сказала, да вообще мне плевать, что вы обо мне думаете, да? Я-то о вас вообще не думаю. Я, конечно, не буду так грубо говорить, но это действительно. Толпа сегодня тебя превозносит, а завтра она тебя втопчет в грязь, а послезавтра она тебя вытащит, обмоет и опять превознесёт. Это такой процесс, знаете, изменчивый. У вас дочь актриса. Вот для вас это было испытанием или это было счастьем или вызовом? Это вообще, вот как для мамы, насколько это вам далось? Всеми фибрами своей души я противилась тому, чтобы она стала актрисой. Я знала, как горе, как тёрский хлеб, что это люди подневольные, зависимые, что это либо случай, да? Ну, хотя, знаете, как сказал Анатоль Франц, да случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться. Но это тяжело. А я для своей дочери не хотела такой тяжёлой работы, такого тяжёлого хлеба, такой горькой судьбы, потому что столько даже на моём веку сломленных судеб. Но она, естественно, ну что это? Вот она сказала – нет, опять-таки, может быть, гены, да? Нет, и всё равно она вошла в эту профессию. Но она обладает великолепными вокальными данными, она великолепно танцует, у неё все предпосылки есть. И когда я уже посмотрела, когда её первые шаги, картины её, выступления её, её песни, я просто сказала – Боже, спаси и сохрани. Просто пусть она достигнет того, что в ней скрыто. Я знаю только одно, что по специальности тройку иметь нельзя. Наша профессия, она предполагает успех. По-другому нельзя никак. А это тяжело. А это очень сложно. Но вот она идёт, умничка. У неё характер папин. Она такая амазонка, знаете, она с шашкой. И она идёт до своей цели. Дай Бог. Я буду только счастлива и рада. Вот что всё-таки вас заставило, мы немножко про это поговорили, но что всё-таки вас заставило, именно заставило заниматься сколько? 16 лет, да? Ну да, почти 17 лет. 17 лет фестивалем звёзды Шакена. То есть вот это же подвижничество. И это ещё и годы. Это вот если сейчас, например, заходить, скажем, в такое дело, мне кажется, сейчас вот уже полегче было. А вы ещё и на годы-то попали самые отъявленные, самые тяжёлые. Это что такое? Вы для чего это делали, Венера? Это от незнания, наверное. Если бы я знала, что мне предстоит, может быть, я бы сто раз подумала, и, может быть, я не вляпывалась бы в этот котёл. Но предыстория. Прошёл один единственный кинофестиваль Евразии. Он был в 1998 году. И всё благополучно затихло. Картины у нас продолжали сниматься. Выходил один фильм за другой. Очень-очень приятные, очень профессиональные, очень интересные картины, которые всегда брали призы реально за мастерство на каких-то международных кинофестивалях. А когда я разговаривала просто со зрителями, никто не знал. Я называю картины, я называю режиссёров, никто их не знает. И было ужасно обидно. Мне было обидно. И когда после того, как мы закончили работу над фильмом «Жизнь женщины» Вита Фемина, там моя героиня, она попадает в волю случаю в тюрьму, в колонию. И вот её судьба. И как? Ну, хочется же, чтобы зритель широкий увидел. Но картину запретили в широкий прокат, потому что поднималась тема лесбийской любви в колонии. А у нас нет этого. И, значит, примерочку, и всё. И сказали, больше нигде, проката не будет. Это 99-й год. 90-й ещё. 90-й, 91-й год. И я всё время думала, ну кто-нибудь. Я приставала ко всем нашим кинематографистам, маститам, и говорила, ну что, организуйте фестиваль, ну вот давайте вот, чтобы у нас свой фестиваль был. Столько картин великолепных, я их всех видела. Я восхищаюсь этими режиссёрами, драматургами, актёрами. А их никто не знает, это же обидно. Так не должно быть. А то, получается, нет пророка в своём отечестве. Где-то берут призы. Я читаю какие-то восторженные отклики, рецензии на наши фильмы. А наш зритель обуделён этим. И я ходила, приставала ко всем, организуйте фестиваль. Ну почему вы не организуете фестиваль? Я ходила в Союз кинематографистов. Говорю, в Союз кинематографистов, почему не организуют кинофестиваль? Наш, отечественный. И вот я ходила, ходила вот с этим, да. А идея уже витала в воздухе, понимаете? Ну, во всяком случае, надо мной. И однажды, это случилось как раз в 2000 году, в начале, я забежала в Дом кино, в Союз кинематографистов, заплатить членские взносы. И когда я уже, Линда у меня сидит в машине, дочь моя, я говорю, Линдочка, пять минут. Пять минут я заплачу, и мы поедем дальше. Я забежала, заплатила. И тогда у нас в Доме кино Валера Григорьев, друг мой, он занимался показом. Там проходили премьеры, проходили премьерные показы, там встречались кинематографисты. Это было наше место, место сбора, да. И я пробегала мимо, и вдруг он вот так, сидя в кресле с другого конца зала, говорит, Венера, а почему бы тебе не организовать кинофестиваль? Я тебе даже название придумал. Звезды Шакена, Шакен жил до с дары. И тут вот меня как молния поразила. Я говорю, Валера, ты мне предлагаешь? Говорит, ну а почему нет? Я говорю, я не умею. Я даже не знаю вообще. Я-то не знаю, с какой стороны. Я договор-то читать толком не умела. И нам всегда это прийти, условия договора. Мы открывались стыдливо, подписывались, что бы там ни было. То есть я даже юридически не разбиралась. В актёрских договорах. А тут фестиваль. Говорит, давай поговорим, давай. И вот мы пять часов сидели, разговаривали. Потому что что-то в этот момент, я же говорю, вот у меня вот просто способ такой подхода. Я очень долго кружу. Вот делает виток один моя идея, второй виток, третий виток, четвёртый виток. И вот когда она попадает в центр, случается какое-то озарение. И вот оно случилось тогда, в 2000 году, за столом вместе с Валерой. И мы говорим, уже моя дочь сказала, мама, ты сказала пять минуток. Сейчас одну минутку. Сейчас одну минутку. И вот тогда родилась эта идея. Почему? Потому что первая задача кинофестиваля была познакомить отечественного зрителя с отечественным кинематографом. Потому что, существуя в одной стране, они не были друг с другом знакомы. Это была первая задача, которую я для себя определила. И я заболела этой идеей. Всё. Все мои разговоры, даже если я начинала говорить про стакан воды, всё равно заканчивались кинофестивалем. О чём бы я ни начинала говорить, заканчивался кинофестивалем. Это, знаете, вот как... Ну, это заразная, видимо, штука. Вот я инфицировалась этой идеей. И всё. И я просто... Ну, я никому покоя не дала. Всех, кого знала, всех, кого не знала. То есть давайте организуем. Я пошла в союз кинематографистов. Давайте организуем. Логистику кинополицы. Какую-то кинофестиваля мы выписали. Единомышленники подтянулись. Вы знаете, вот когда появляется цель, к которой ты действительно реально идёшь, вся вселенная, как у Паула Коэлья, начинает помогать и гнать на тебя события, людей, ситуацию, литературу. Так и случилось со мной именно в тот момент. Я ничем больше не могла заниматься. Я ни о чём другом не могла думать. Вот эта идея кинописи. Вот залетел валет в голову, да, и всё. Мы стали из союза кинематографистов. Меня просто выгнали и сказали, ты со своими бредовыми идеями, ну я продолжала настаивать, даже загорелась, даже паровоз, всё во мне включился паровоз, танк такой. Мне сказали, так, не уйдёшь сейчас в полицию, вызовем тебя отсюда, значит, припроводим. Я благополучно ушла, стала искать других единомышленников. Я всё равно, я их нашла, я нашла спонсоров. И первые три кинофестиваля я просто провела на… Ну, то есть даже не я, а вот наш коллектив единомышленников. Одна бы я, конечно, ничего бы не сделала. Вот именно те, кто поверили, поверили в эту идею. Те нашлись, кто поверили в меня, потому что, глядь, мне глаза горели. Просто я говорила взахлёб, я просто жила, мне во сне это снилось. То есть вот как-то вот захватила столб такой. Я попала вот в этот столб информационный, да, вот этот поток, и всё. И вот он только был настолько мощный, что он завлекал людей других, вот завлекал. И три года на спонсорские, проведённые на спонсорские деньги кинофестиваль, я стала приглашать руководство страны и руководство города. И вот уже на третьем фестивале, когда мэр, тогда ещё мэр города, присутствовал со всеми своими, значит, со всей своей свитой, министр культуры и все те, кто вот, ну, решает вообще финансовые вопросы, я всех их приглашала, чтобы они видели, что как реагирует зритель, сколько молодых, талантливых людей у нас есть, да. И вот тогда ещё родилась идея переквалифицировать и концепцию поменять фестиваля на фестиваль кино молодых и дебютов, потому что тогда очень остро стоял вопрос кадровый. А я в своё время начиталась, значит, литературой, и у меня вот просто запечатлелась фраза Сталина, что кадры решают всё. И вот как-то я поверила, что кадры решают всё. И я поняла, что сейчас вот это поколение взрослое, а кто дальше? А там пустота. А бриллиант нужно найти, его по крупицам нужно собирать. Я вспомнила, как тоже, будучи молодым кинематографистом, я какие-то свои работы посылала на какие-то конкурсы, я стояла под дверями каких-то учреждений, чтобы вот эту кассету посмотрели там с моей работой. И молодые, талантливые ребята, они тоже так же, они ждут, что их заметят. А кто их может заметить? Это только те, кто может вот сорганизовать, те, кто могут помочь. Ну, не хочу приводить фразу о том, что таланту надо помогать, и бездарности сами пробьются, да. Мне кажется, это не совсем правильно, да. Мы просто сами друг другу должны помогать, и сами должны, взрослые уже люди, формировать те кадры, которые придут следом за нами, для того, чтобы было кому передать свой опыт, для того, чтобы понимать, что вся жизнь, которая отдана именно кино, кино, киноискусству, да, что это не зря. Если ты не увидишь, что следом за тобой идут молодые, талантливые, да, тогда и твоя жизнь не зря. Вот я так позиционировала это. А когда концепция появилась, что это должно быть методическое действие, и что нужно фестиваль превращать в мастерскую и в обучение кинематографистов, это тогда же возникло? Это вот тогда же. Это спонтанно, потому что всё ведь познаётся с опытом, и опыт показал, что необходимо фестиваль проводить не в глянцевом карамельном формате, да, потому что, ну, это бессмысленная трата денег просто, да, а именно для того, чтобы понимать, для чего это нужно. Вот как ты пришёл в зал, купил билет, ты пришёл в зал, посмотрел вот полтора часа этот фильм, да, ты потратил полтора часа своей жизни, ты потратил деньги, которые ты заработал, это с точки зрения зрителя, да, для чего ты прожил вот эти полтора часа, ты подарил вот свои, из своего жизненного вообще запаса, для чего, что ты вынес из этого фильма, просто так, чтобы время убить, ну что это за хронофагизм такой, да, так и фестиваль. Он пройдёт, и всё. То есть вот круги по воде, они должны быть долго-долго, и они должны быть не просто красивыми, они должны быть с пользой, и тогда просто мы решили, что здесь не праздник, это работа. Да, праздник само собой, да, для журналистов мы там приготовили глянцевую обложку, потому что, ну, без этого никак. Что-то должно произойти. Это либо повышение уровня наших студентов, либо знакомство с мировыми какими-то деятелями, да, и, естественно, спонтанно сформировалась программа. Я стала методически сделать запросы во все вузы, киноакадемии мира, я стала вести переговоры с профессурой, которая преподавала, будь ли это сценаристы, будь ли это режиссёры, будь ли это операторы, да, ну, это огромная работа. Почему я говорю, что я посвятила эти 17 лет только кинофестивалю. И когда я увидела, что это работает, когда я увидела горячие глаза студентов, я даже умудрилась Питера Грину притащить. Он должен был приехать на московский кинофестиваль, но я такие аргументы ему привела, от которых он не смог отказаться, и он приехал к нам. И они его несколько часов в аудитории, они, по-моему, даже вот на лампочках висели студенты, вот столько информации он выдал, ну, даже через переводчика, такая, я привезла его картины, вот чемоданы, да, только-только вышла примеры, и после вот этих мастер-классов я видела, ну, я сама просто радовалась тому, я видела, что они загораются, они что-то обсуждают, в них появляется какой-то огонь, и это их стимулирует на то, чтобы в этой профессии достигнуть какого-то высокого уровня. Но моя миссия была в этом, видимо, и мне это нравилось, и я считала, что я должна посвятить себя этому, просто другой вопрос уже, как это всё потом уже стало каким-то таким делом, и все стали с меня требовать, как о том, что я должна, ну, как так, никто, все уже забыли, что это именно моя была инициатива, да, и мой огромный труд, что вот всё это произошло, что это всё вообще случилось, а дальше это стало так вот, так и должно быть, а по-другому нет, и всё больше и больше требований было. Ну, бог с ними, с этими требованиями, да, я не хочу просто вдаваться в какие-то подробности, я просто чувствовала, что это необходимо, и я видела результат. Но, тем не менее, на 17 лет вас хватило, прежде чем... Да, меня бы ещё на 27 хватило, да, и это бы стало бы вообще, наверное, таким, тем более, что мы с каждым годом уровень фестиваля и география фестиваля, она расширялась, и мы уже получили ответ на то, что мы входим в категорию фестивалей А именно в концепции кино молодых и дебютов, и нам уже поступило предложение, что, ну, вернее, я отправила запрос, и пришёл ответ, что кинофестиваль Sundance готов стать партнёром для того, чтобы обмениваться программами, ну, и партнёрствовать. Для меня это высшая была награда. Вообще для меня это был такой подарок, когда вдруг из Рио-де-Жанейро пришло письмо и огромная посылка с фильмами, и директор кинофестиваля кино молодых и дебютов из Рио-де-Жанейро прислал и сказал, прислал мне, значит, эту программу, ну, мы целый год собирали программу, о том, что они хотели бы поучаствовать в фестивале звёзды Шакена, Шакен Жулбздары, а затем пригласить самых ярких казахстанских молодых режиссёров к себе на фестиваль. Но это ведь достижение. Ну, мы не уйдём всё равно от вопроса, что вас так разочаровало, что вы, готовясь ещё на 27 лет, прекратили это делать? Я рассматривала этот фестиваль как необходимый для роста, вот именно для творческой стороны, для роста творцов, именно если рассматривать кинематограф. Но оказалось, что мне приходилось вот как-то всё время где-то чего-то, вот как-то вот какие-то вот всё время условности возникали, какие-то всё время претензии возникали. Вы говорите о взаимодействии с государством или говорите о взаимодействии с кем? А с чиновниками. С чиновниками. У которых совершенно другая была задача. Ну, может быть, с их точки зрения, их правда, она была правдивее, да? Но тут, вы знаете, как высказывание Наполеона, да? Если вы не будете кормить свою армию, вы будете кормить чужую. Я даже однажды привела на одном из совещаний и сказала, если вы не будете поддерживать свою культуру, вы будете кормить чужую идеологию. Поддержите нас. И когда меня всё время упрекают в том, что вы не приносите нам никакой экономической выгоды. Да ни один фестиваль такой концепции не приносит. Ведь даже первый фестиваль, который Дуча Муссолини организовал, да, венецианский, да, он тоже, он понимал, что искусство – это мощное оружие. И он вкладывал свои деньги, да? А вы вот как-то так смотрите потребительски на нас. Но бог с ним. Даже с этим бы я смирилась, потому что я уже жила в этих кабинетах, да, и вот моя позиция была, вот я ходила бы, помогите кинофестиваль, помогите кинофестиваль. Но не должно быть так. Не должно быть так. Ведь культура, ну, как сказать, вот люди искусства и культуры должны бок о бок идти с людьми бизнеса. Потому что не будет у вас бизнеса, если вы не будете поддерживать идеологию. Всё развалится. Это всё рука об руку идёт. И в первую идеология. Вот всё, всё упирается вот именно в идею. И когда мне стали говорить, вот, а вы определили вот национальные идеи, всё, ну, вот вы живёте всё время какой-то американской мечтой. Давайте создадим свою. У нас всё для этого есть. У нас есть талантливые ребята, у нас есть кадры, у нас есть всё, чтобы превратить кинематограф в индустрию, а не в какое-то стихийное, очаговое вообще производство. Очень много разговоров, просто не хочу сейчас. У меня столько всего было, я столько кабинетов прошла, я митинговала, я ссорилась, я скандалила, мне угрожали, меня выкидывали из кабинетов, в рукопашную мы шли с какими-то, всё было, всё прошло. Ну, просто вот, знаете, когда стали мне невыполнимые условия выдвигать, это уже стало просто, ну, это просто неприлично. Я сказала, ну, значит, тогда мы не поняли друг друга, и мы так. Но, как говорится, жизнь всех расставила по местам, и в конечном счёте каждый стал тем, кем он должен был быть. И вот сейчас, по прошествии нескольких лет, я вижу, что всё-таки справедливость восторжествовала, да, и всё-таки каждый каждый получил по заслугам. Ну, во всяком случае, это был первый у нас казахстанский фестиваль, который просуществовал и проделал такую огромную работу, и как мне сказали, ну, ничего, вы всё равно уже останетесь в истории вообще кинематографа Казахстана, ну, в истории, не в истории. С одной стороны, конечно, я грущу о том, что, ведь я могла ещё столько сделать, ведь у нас столько молодых ребят, которых нужно найти, вот так вот их полить, вот погладить и сказать, ты талантливый, у тебя всё получится, ведь очень многим не хватает смелости либо веры в себя, да, надо крылья им дать и не надо их обрубать, и надо выпустить их в мир, ведь потом тебе от этого будет так радостно и гордостно, что ты хоть чуть-чуть, но имел к этому отношение, что ты хоть чуть-чуть, но поучаствовал вот в том, чтобы родилось вот это нечто большое, красивое, которое обязательно сделает наш мир лучше. Про эпизод вот вашей жизни, который связан с перекрёстком, хочу спросить, да? А это просто отдельная история. Да. Вот вы у своей героини чему научились и чему вы её заставили научиться? Потому что это же такая вообще история изменений, которая с ролью произошла. Вот роль-то была другая. Изначально моя героиня, она должна была быть совсем другой. Англичане, которые вот привезли как раз, ну, это всё вы знаете, всю эту предысторию, которые привезли именно ноу-хау производства именно такого рода продукции, ну, как мы её называли так, наше мыло, ну, мы так между собой любя говорили. Нам, актёрам, которых они приглашали для того, чтобы познакомиться, они выдавали, значит, сюжетные линии нашей героинь. И вот я читаю. Мадина. Старая дева. Синий чулок. Некрасивая учительница музыки там в какой-то школе. Закомплексованная. Абсолютно не имея вкуса. Не умеет одеваться. Не умеет общаться с людьми. Сидит там в своей комурке. Я вот это читаю. И я спрашиваю продюсера вот с английской стороны. Я говорю, вы меня такой видите? Да! Вот я вас такой вижу. Я так посмотрела. Знаете что? А давайте вот мы так попробуем. Я вам попробую показать свою героиню. Если вам она понравится, мы продолжим. Если нет, тогда мы ещё раз с вами поговорим. В результате, через несколько серий, моя героиня, Мадина, срочно ломает руку. Записывается в секцию, значит, восточных единоборств, ломает руку для того, чтобы не пилить на своей скрипочке, записывается в секцию спортивную восточных единоборств и начинает всех строить, начинает, значит, такой двигатель сюжета, начинает бороться за свою любовь, начинает в семье, значит, тоже всех строить, всех своих домочадцев. Вообще такая. И свою сестру, которая по сюжету в начале должна, её младшая сестра, должна её учить жизни, учить её каким-то вкусовым, каким-то качеством, значит, учить её, как нужно общаться с людьми, как надо общаться с противоположным полом, как надо одеваться. И вот всё это получилось диаметрально наоборот. То есть, она стала такой доминирующей в семье. И в то же время на какой-то период она становится отрицательной героиней. Но, как мы знаем, отрицательные герои – это вот двигатели сюжета. И у меня был такой случай, один из многих, когда на улице меня остановила женщина, совершенно мне незнакомая. Она взяла меня за руку и сказала, «Доченька, ты почему такая злая? Не надо так себя вести». Я сначала опешила, первые секунды я не поняла, а потом до меня дошло. Она ведь не со мной разговаривает, она с моей героиней разговаривает. «Он не любит тебя», сказала мне. «Не надо, отпусти его. Ты найдёшь ещё свою любовь. Ты молодая, у тебя всё впереди». Я сначала у меня дыхание перехватила, потом я помню, мы сюжетки читали на 20 серий вперёд, я знала, что через 20 или 30 серий я начну исправляться. И я ей отвечаю, «Ну, я не могу же так быстро исправиться, но я обязательно стану хорошей». Она говорит, «Вот и правильно, доченька». И пошла на полном серьёзе. Вот даже такое было. Нас воспринимали уже не как актёров, а именно нас отождествляли с нашими героями. Я вот откликалась на имя Мадина, я откликалась на имя Зарема, и вот я откликалась даже, говорит, «О, вот перекрёсток пошёл». Я на это отвлекалась, потому что настолько вот мы вошли в каждый дом со своими жизненными, человеческими историями, которые практически писались на ходу. Почему? Потому что сценаристы хотели поймать дух времени и те события, которые происходили в данное время, вот тогда, когда серия выйдет, чтобы это было живо, чтобы это нашло отклик в сердцах зрителей, и чтобы они нас воспринимали как своих соседей, как добрых друзей, знакомых. И так оно и случилось. Я очень благодарна этому проекту, и даже несмотря на то, что вначале мы как-то немножко, ну, считая себя профессиональными артистками, мы как-то так немножко говорили, ну, всё, ну, это мыло, это пачерица жанра, ну, как-то не очень, но это были 90-е годы, 95-е годы, и выбора-то особого у нас не было, и, конечно, мы работали, мы попали туда, мы были очень рады, что мы попали на этот проект, потому что тогда мало было проектов в запуске, а потом я поняла, какое счастье, как мне повезло попасть на этот проект. Пять лет производства, которое научили такой жёсткой дисциплине, ну, даже не жёсткой, строгой дисциплине, когда, это, знаете, такой тренинг, бесконечный актёрский тренинг, даже, даже тогда, когда актёры болели, вот у меня была температура, я очень сильно заболела, ангины, у меня не было даже голоса, ничего у меня, всё вот просто вот такое, выдавали, и всё равно, это производство, а нельзя, чучелом, тушкой. Меня привезли с температурой, закутали, потому что павильоны были холодные, неотапливаемые, меня привезли, посадили туда, на общий план, чтобы я могла, если раскидали мои реплики другим актёрам, я вот просто, чтобы вот жестикулировала, что я есть вообще в кадре, да, вот типа Маддина, ко мне обращались, до такой степени, но это так дисциплинирует, это просто всё время ты в колье, ты всё время в форме, и вот это востребованность, актёру это обязательно нужно, для его вдохновения, для его стимула, ему нужно понимать, что он востребован. Очень много, я знаю, людей, актёров, которые именно из-за этого просто судьбы сломлены, из-за невостребованности, а мы пять лет просто вот купались в этой работе, потому что и коллектив, он как одна семья, потому что вот ежедневная работа, она очень, очень вот сплачивает, вот как мы одна семья, у нас мы всё друг про друга знали, и мы как-то вот общались настолько близко и тесно, что когда последнюю серию мы сняли, мы плакали, и мы понимали, что такое случается, такой подарок, он бывает один раз в жизни, и вот видимо сейчас я могу сказать, что я может быть, да, бывает же вот актёр одной роли, актёр одного фильма, может быть, я актёр из одного сериала, получается, несмотря на то, что и дальше были сериалы, очень приятные сериалы, были картины, которые мне очень как бы не стыдно, да, и обычно я на примере, когда вот я смотрю, что происходит, я убегаю в туалет, и там я закрывшись рыдаю, потому что вот это вот надо было вот так сделать, здесь надо было по-другому, почему я здесь не дотянула, здесь я вот это, но есть картины, за которые мне не стыдно, так вот, вот этот сериал, наверное, вот он из категории, когда я могу сказать, что да, это у меня было, и я с гордостью могу сказать, что да, я работала в этом сериале.